Всем привет, друзья! Меня зовут Джон Кармилицин, ты на канале JoyCenters, и сегодня мы взглянем на передовую и сумасшедшую российскую компанию Russian 3D Scanner. Эти ребята разрабатывают такой софт, как ZivRub, который позволяет автоматически подгонять существующую топологию к вашим моделям, без надобности делать ретопологию вручную. Это гениально. Это плагин для Zbrush, поэтому любую модель, созданную вручную или с помощью 3D сканирования, можно вот так легко отретопить. А также проецировать текстуру прямо на сетку. Результаты, как видите, потрясающие. Далее, основной продукт Vrap. Это полноценная программа, имеющая функции ZivRub, но с возможностью сохранения всех функций для ретопа других моделей. Он имеет нодовый интерфейс, а также такие функции, как оптимизация существующей сетки, оптический поток, фильтрация меша от всех лишних деталей, загрузка всех необходимых моделей разом и многое другое. Все это в очень интуитивно понятной оболочке. И еще один очень прокачанный продукт Vrap 4D, в который входят инструменты для обработки 4D. В общем, 4D сканирование позволяет записывать актера во время его игры и далее обрабатывать все данные в Vrap 4D, чтобы получить готовую и супер качественную анимацию. К этому придем. А также сервисы для обработки 4D секвенции и обычных сканов эмоций актеров. Если у вас нет своего сканера, ну или вообще в принципе возможности отсканировать, но вы хотите создавать цифровых дублеров в России, вы можете написать ребятам из Russian 3D Scanner, и они постараются вам помочь советам, ну или даже отсканировать актера на своей установке. Мне посчастливилось лично пообщаться с разработчиками и узнать всю структуру производства компании для того, чтобы рассказать вам, а также показать уникальный материал. В конце вас ждет приятный ништяк, поэтому досмотри до конца, заваривай чаек и погнали. R3DS. По совместительству Russian 3D Scanner. Компания состоит из штатов 14 человек, и ребята очень плотно работают с мировыми компаниями по производству спецэффектов и компьютерных игр. Некоторые из них вы можете посмотреть на их сайте, а остальные компании имеют подпись на конфиденциальность. Но это практически 90% крупных игровых и VFX компаний. Немного основания проекта. Все началось в 2011 году с идеей сканирования людей на высоком уровне. Да и по сей день сканирование 4D анимации производит большое впечатление. Во многом порой мы даже не замечаем, где были использованы реальные люди, а где его CG-двойники. Вдохновившись фильмом «Матрица», которая на секундочку была выпущена еще в 1999 году, ребята начали разработку сканера, используя одну камеру и проектор, позаимствованный из университета. Результаты вы видите на экране. Возникло очень много проблем с производством данной технологии. Программа была хорошая, но ребята побоялись ее выпускать в таком виде. Закончились деньги и пришлось искать работу. Через три года ребята пришли к идее программы в РАП. И на этот раз решили ее выпускать сразу, какой бы сырой она ни была. Попытка не пытка и за первые две недели пришлось 40 продаж. Ну и среди этих покупателей, что самое главное, было много компаний, работавших над топовыми голливудскими блокбастерами. Продукту было суждено жить и продвигаться. Оказалось, что это единственный в своем роде софт, который долгое время жил в едином роде. Первая версия была не очень. Ну, в общем, сравнивая с тем, что есть, разница существенно видна. Помимо софта, Russian 3D Scanner плотно работает над технологией сканирования, что позволяет тестировать программы в полевых условиях. Из уже имеющихся разработок в компании присутствует одна единственная в России технология 4D сканирования, которая позволяет записывать видеосеквенцию из 3D моделей для создания невероятных реалистичных анимаций. То есть смотри, при создании блендшейпов мы имеем набор разных эмоций, которые соединяем в твоем любимом 3D пакете. Ну плюс еще текстуры, которые ты можешь миксовать по весам. Буквально сделать так, чтобы при улыбке была одна текстура с морщинами, при грусти другая. Отлично, ну и нахрен ты нам об этом рассказал. Дело в том, что если ты начнешь тягать манипуляторы для изменения эмоций, то есть смешивания наших блендшейпов, то это не совсем реалистично. Вся анимация будет идти линейно, без колебаний и интересных смешиваний, которые очень хорошо видны в реальной жизни. Так вот с помощью 4D записи у нас есть возможность записывать эмоции со всеми имеющимися деталями. Как раз для этого ребята используют кастомный стробирующий свет и так называемые камеры машинного зрения от компании Bustler. Такие камеры используют на заводах, в роботах и так далее. Они специально заточены, чтобы выдавать картинки максимально высокого качества без сжатия. Умеют очень точно синхронизироваться между собой и всего таких установок 15-20 в мире. Из них всего около 6, где ты можешь прийти и лично записать игру актера. Стоимость такой услуги варьируется от 100 долларов до нескольких тысяч долларов за секунду. Наши ребята очень лояльны к красивым и качественным проектам в России, поэтому готовы помочь в сканировании и реализации таких вот невероятных и сумасшедших идей. Студия R3DS находится в Воронеже, поэтому вы можете написать прямиком в их студии. Самое интересное, как происходит процесс обычного сканирования и сканирования в 4D. Итак, это устройство с 4D-захватом. Актер садится на специальный стул с держателем головы, чтобы оставаться на месте. Здесь вы видите как раз тот самый срабирующий свет и камеры в Баслер, которые, несмотря на свой размер, довольно дорогие. Актеру надели шапочку для сглаживания волос и придания округлой формы головы. Все это нужно для удобной обработки скана в дальнейшем. А также точки, позволяющие правильно распределить топологию на лице в дальнейшем. Об этом я расскажу и покажу в следующих роликах. По команде начинается запись, и актер начинает играть соответствующую роль из определенной сцены. Каждую сцену необходимо будет записать отдельно. По окончанию записи у вас будет вся необходимая информация для создания модели, например, в программе Agi Soft Metashape или Reality Capture. У нас будет созданная секвенция из всех камер. Следовательно, если мы записываем в 60 кадров в секунду, ну из 16 камер, то получим 16 умножаем на 60, 960 кадров. И эти кадры необходимо обработать. Процесс по большому счету автоматический. Но все же трудоемкий. Чего не сделаешь ради шикарной CG-картинки. Итак, что касается обычного сканирования, то есть два пути. Это бюджетный и студийный. Мы покажем оба, а в следующем ролике создадим скан реального человека от нуля и доведем его с вами до рендера. Вот и установка для сканирования нейтрального положения головы и лица, а также скан всех блендшейпов, то есть наборов различных эмоций. Здесь мы имеем самые обычные фотоаппараты Canon 1200D стоимостью от 20 тысяч рублей. Все они расположены так, чтобы обхватить всю голову на 360 градусов. Камеры подсоединены между собой, поэтому фотографии получаются мгновенно со всех устройств. И такие сканы получаются на высоте без заморочек. Единственное, тебе необходимо настроить все камеры одинаково, включить каждую камеру и записывать по очереди разные эмоции лица. Ну и буквально готово. Agisoft и обработка вовраб. А что у нас с бюджетным методом? Все настройки камеры должны быть одинаковыми, для того, чтобы сканирование в программе происходило идеально. То есть очень важно выставить ручной режим. Поменьше выдержки, для того, чтобы кадр не смазывался. Далее, чем больше закрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. Нам необходимо меньше мыла сзади, поэтому больше десяточки лучше не ставить. Иначе качество изображения будет похоже. Далее, это ISO. Чем меньше, тем лучше. Чем больше ISO, тем выше яркость, но появляются шумы. Чем ниже, то наоборот. В данном случае, при таком освещении мы выставили 200. Баланс белого необходимо выставить ручной на определенный режим. В данном случае, по солнцу. Также убираем все автоматические функции. Фотоим один раз и проверяем качество изображения. Если все устраивает, то начинается веселье. Актер должен стоять на месте и не двигаться. Лучше обо что-то упереться. Между фотографиями должны быть промежутки примерно в 20-30 градусов. Вот таким образом это делается. Да. Фотографии должны заимствовать информацию друг друга. То есть изображение должно немножко повторяться. Для того, чтобы находить похожие точки и соединять их в геометрию. То есть, если ты чего-то не снимешь, то программа не будет понимать, что находится за определенным объектом. В данном случае у нас получилось 14 фотографий, которые мы должны закинуть разом в программу для обработки фотографий в 3D. Ну то есть, еще раз повторю, за это у нас отвечает программа RealityCapture или IGSoft. В данном случае мы воспользуемся IGSoft от… барабанная дробь наших разработчиков. Да, программа невероятно проста в использовании, и все, что нам необходимо сделать, это нажать пару кнопок для отличного результата. Точно так же мы получим отличную текстуру цвета. Вот смотри, это очень даже хороший результат для всего одной камеры. Мы в любом случае заходим сюда, будь у нас фото со студией или бюджетный вариант. Но со студией и заморочек меньше, и носиться с камерой так не нужно. После того, как мы отсканировали модель, необходимо импортировать ее в программу в RAP. Итак, у нас есть отличные сканы нашего актера, но не настолько отличные, чтобы с этим можно было работать дальше. Дело в том, что после сканирования сетка нашего персонажа является очень большой. Начиная от 3-4-5 миллионов полигонов. Это значит, что не анимировать, неадекватно редактировать его не получится. Ну и уж тем более речи о игре быть не может. Поэтому нам нужна хорошая сетка для дальнейшей работы. Это называется Low Poly, то есть низкополигональная сетка. В RAP позволяет из уже имеющегося шаблона модели, то есть любой хорошей модели с хорошей сеткой, натянуть эту же сетку на сделанный скан, соответственно придать ей нужную форму. Ну и все это с одной лишь привязкой точек, и далее программа все сделает сама. А если скан отличный, можешь попробовать автоматический режим. Он работает тоже очень круто. Далее в силу вступает такое понимание, как blend шейпы, то есть набор эмоций. Для того, чтобы когда наша модель улыбнулась, у нее проявлялись характерные черты. А также правильно расположить ту же самую сетку, только на улыбке. Но мы можем этого не делать, если нам не нужна анимация. То есть только лишь одна модель с хорошей топологией. Но, к примеру, нам нужна анимация. Тогда все эмоции мы закидываем в RAP. Для создания персонажей обычно сканируют от 30 до 80 эмоций. Чтобы создать лицевой рик, эти эмоции преобразуют в сотни blend шейпов. Для каждой из десятков эмоций можно перепроецировать соответствующую ей текстуру. Но на практике обычно используют всего 4-5 основных текстур, которые подмешивают между собой. С этим разберемся в следующем ролике. Что примечательно, мы можем использовать одну сетку на всех созданных персонажей. Это даст нам возможность иметь одну UV на всех с одинаковой сеткой, только расположенная немного по-другому на каждом из персонажей. Сам процесс достаточно легкий. Нам нужна одна модель со скана и готовая модель с хорошей UV. Она имеется в самом RAP, так что искать не обязательно. Следом у нас имеются инструменты фильтрации основного скана, а также режим выделения полигонов для того, чтобы управлять лоу-поли сеткой и не дать каким-то полигонам изменять свое положение. Буквально пару кликов и вуаля, это просто невероятно. То есть объясню, до этого тебе приходилось залезать в топоган для создания своей сетки вручную. То есть тянуть каждый полигончик, создавая определенную геометрию, чтобы все было классно. А теперь вот, пару кликов и готово. Итак, все это мы повторяем раз за разом для разных блендшейпов. Но вот есть одна проблема. Когда мы очень широко открываем рот, какие-то наши детали, ну например, родинка, должны оставаться на месте. То есть когда мы улыбнемся, наша родинка не должна убежать. На скане-то она остается на месте, ну там где и нужно. Но что касается топологии, то она закрепляется по скану. Ну типа относительно скана, без учета текстуры. И чтобы не возникало проблем со смешиванием, мы должны применить такую мощную штуку, как оптический поток. Который в свою очередь автоматически дотягивает сетку под текстуру. То есть текстура должна быть на том же самом полигоне, что и была в предыдущем варианте. Это решение безумно крутое, но трудозатратное. Поэтому на слабых машинах может грузиться достаточно долго. И вот как раз, чтобы все было гуд и круто, как раз для этого мы наносим точки на лице. В любом случае, это гораздо круче, чем натягивать сетку самому. Ну вот и все. Когда мы подготовили все наши топологии, нам остается затекстурировать и запечь все наши текстуры для каждого из blend шейпов. Затем загрузить все это в свой 3D пакет и радоваться. Я надеюсь заинтересовал тебя. И будет очень интересно посмотреть, как все делать на практике в следующем ролике. Что насчет VRAP 4D, то это решение не касается blend шейпов. Это один сплошной blend шейп, в принципе. На входе мы получаем секвенцию из, например, ну, тысячи моделей и текстур на каждый кадр. И по выходу готовую Alembic или OBG анимацию, то есть секвенцию, которую можно запросто склеить. Мы импортируем всю секвенцию в программу и просчитываем каждый кадр как отдельную геометрию. У VRAP 4D есть собственный пайплейн. Это программы Track и Rush, которые идут в комплекте с VRAP 4D. Точки, которые расположены на лице, здесь не просто так. Они позволяют обнаруживать, в какой, ну, грубо говоря, эмоции находится человек. Для того, чтобы твое редактирование происходило гораздо проще. Трекинг позволяет инициализировать положение лица, за счет чего оптический поток будет работать гораздо лучше и быстрее. Потому что оптический поток каждый раз начинается с нейтрального положения. Если рот слишком сильно открыт, то потоку будет очень сложно добраться до нужных результатов. И для того, чтобы обнаружить наши веки, губы и те самые точки, мы заходим в программу Track и здесь будет происходить единственная ручная работа. Ну, конечно, перед наложением правильной сетки на Mesh, то есть ретопология. Дело в том, что когда мы используем оптический поток, то трекинг точек происходит так же, как и в любых программах, где он есть. То есть After Effects, Nuke, PF Track и так далее. Сам трекинг происходит автоматически, но есть гораздо более интересная вещь, как детектирование губ и век. Детектор работает в два шага. Нейросеть автоматически распознает необходимые участки. На этом этапе он уже очень хорош. Но если у нас есть небольшие проблемы с контурами этой маски, достаточно пару раз исправить положение с помощью кейфреймов. То есть на всем таймлайне можно выставить буквально 5 или 10 ключей, чтобы все выглядело супер круто. Ребята отсканировали 500 человек для того, чтобы нейронка работала лучшим образом. Все это было в начале пути в университете, и студенты добровольно приходили для сканирования своего лица и разных эмоций. За это они могли взять сладости на выбор, так что залог успеха это Pepsi и Snickers. Далее мы переносим всю информацию в Wrap 4D и точно так же натягиваем сетку на всю секвенцию по кадрово. Конечно, вместе с оптическим потоком. Каждый кадр просчитывается по 2-4 минуты. Поэтому у нас есть такая программа как Rush, которая позволяет перераспределить кадры на разные компьютеры. Здесь мы вставляем, ну собственно, какой компьютер, определяя его в соответствующем окне. Естественно, подключены к одной сети. Таким образом процесс пойдет гораздо быстрее. В итоге мы получаем секвенцию из обработанных OBG файлов, которые можно закинуть в программу вместе с текстурами, которые шли на каждый кадр. Такое качество можно подразделять на большое количество полигонов, от чего запекать нормали не будет необходимости. Это, блин, нахрен, очень круто. Что касается того, что мы хотим закрасить все элементы в стиле шапочки, артефактов и так далее, то мы можем выделить маской ту область, которая нам нужна. А это лицо. Ну и заполнить остальную часть одной текстурой, чтобы все было как надо. В том числе и бамп, то есть микропоры и все детальки, которые остаются неизменными. Мы получим готовую и шикарную секвенцию и отрендерим в том же Redshift, учитывая лишь эту проделанную работу. Если нужно разобрать по мелочам еще и 4D сканирование и обработку, то ставь лайк и пиши в комментариях, обязательно сделаем такой выпуск. Также ребята работают над крутой технологией со шлемом, который можно одеть на голову и ходить по местности, дабы не быть прикованным к стулу. Все провода уложатся в передатчик, который будет находиться на поясе, и актер не будет ограничен. Форму шлема, кстати, можно будет распечатать на 3D принтере и сделать под любую голову. Это достаточно уникальная установка. Ах да, Russian 3D сканер ищет талантливых ребят, программистов, ригеров, CG специалистов в их команду на удаленку. Поэтому обязательно пиши ребятам, если имеешь хороший скилл. Ну и обещанный подгон. ZivRab позволяет использовать возможности ретопологии прямо в ZBrush. То есть взять любую созданную тобой модель, ну или скан, а также замоделенную руку, голову, тело и так далее. И заретопить ее в 3 секунды. Это я к слову. Итак, у меня есть для тебя очень классные скидки. 90% скидки на VRAP, а это в свою очередь 67 долларов за место 670. EZivRab за место 249 всего 24. На каждую из программ всего 30 мест. Купон JCVRAP. Успевай, друг. Ставь лайк, если ждешь выпуск с созданием персонажа с самого нуля. И удачи тебе в начинаниях.